Музыка После заключения мира к середине марта по новому стилю Германские войска начали наступление на Украину и Донбасс Шли войска, гремели танки и броневые автомобили Жужжали в небе вереницы аэропланов Алексей Толстой, хождение по мукам Здравствуйте, это телеканал Самаргиз И мы снова читаем Толстого Весной 1918 года в Москве начался продовольственный кризис О котором загодя возвещали очереди возле магазинов спекулянты и мешочники Но обывателей, еще не искушенных голодом, он застал врасплох Что за чепуха, возмутился Толстой, которому прислуга доложила, что продуктов нет и поэтому обеда не будет Пошлите к Елисееву за сосисками и не устраивайте паники Но и двери Елисеевского магазина тоже оказались наглухо закрытыми На них висела лаконичная надпись Продуктов нет, которой сбоку кто-то подписал мелом и не будет Эта надпись и особенно приписка выглядели зловеще В июле месяце Толстые всей семьей выехали из Москвы в Курск Чтобы отправиться в концертное турне по Украине Там, на Украине, в Одессе было сытно Там было морское купание и виноград После заключения мира к середине марта по новому стилю Германские войска по всей линии от Риги до Черного моря начали наступление на Украину и Донбасс Немцы должны были получить по мирному договору Центральной Радой 75 миллионов пудов хлеба, 11 миллионов пудов живого скота, 2 миллиона гусей и кур 2,5 миллиона пудов сахару, 20 миллионов литров спирта, 2,5 тысячи вагонов яиц 4 тысячи пудов сала, кроме того масла, кожу, шерсть, лес и прочее Немцы наступали на Украину по всем правилам Колонны зелено-пыльного цвета в стальных шлемах Слабые заслоны красных войск сметались в тяжелой германской артиллерии Это было нашествие техники на почти безоружный народ Красные отряды из фронтовиков, крестьян, шахтеров и городских рабочих Разрозненные и во много раз уступавшие немцам численностью Уходили с боями на север и на восток В Киеве на место Центральной Рады, продавшей немцам Украину, был посажен свитский генерал Скоропадский Одетый в любезную самостейниками синюю свитку Подбоченец держал гетманскую балаву Хай же вечера Украина, отныне и навеки мир, порядок и благолепие Рабочий к станкам, землеробы к плугу Чур-чур, сгинь красное наваждение Немецкие войска дошли до рубежей Дона и Азовского моря и остановились Немцы овладели богатейшей областью, большей, чем вся Германия Здесь, на Дону, так же, как на Украине, германский главный штаб немедленно вмешался в политику И укрепил крупное землевладение – станичников, богатое казачество, которое всего года четыре тому назад хвалилось с налета взять Берлин Эти самые коренастые, с красными лампасами, широколицые казаки, крепкие, как литые из стали, казались теперь ручными овечками Еще немцы не подходили к Ростову, как уже десятитысячная казачья армия под командой походного атамана Попова бросилась на донскую столицу Новочеркасск В кровопролитном бою на высоком плоскогорье по наддонам красные казаки новочеркасского гарнизона и подоспевшие из Ростова большевики стали одолевать донцов Но дело решил фантастический случай Из Румынии пешком шел добровольческий отряд полковника Дроздовского В пути 25 апреля услышали под Новочеркасском шум битвы Не спрашивая, кто, почему и зачем дерется, повернули к городу Врезались с броневиком в резервы красных и произвели отчаянный переполох Увидев с неба свалившуюся помощь, донцы перешли в контратаку, опрокинули и погнали красных Новочеркасск был занят Власть от Ревкома перешла к кругу спасения Дона А затем подошли и немцы Под их покровительством казачий круг в Новочеркасске, куда немцы благоразумно не ввели гарнизона Вручил атаманский пернач генералу Краснову, как он сам выражался, личному другу императора Вильгельма Зазвонили малиновые колокола в соборе На огромной булыжной площади перед собором станичники закричали «Ура!» – и седые казаки говорили «Ну, добрый час!» Дальше Ростова, вглубь Дона и Кубани немцы не пошли Они попытались было замерить Батайск Станицу, лежавшую на левом берегу напротив Ростова Населенную рабочим людям ростовских мастерских и фабрик и пригородной беднотой Но, несмотря на ураганный огонь и кровопролитные атаки, взять его так и не смогли Батайск, почти весь залитый половодьем, сопротивлялся отчаянно и остался независимым Немцы остановились на этой черте Они ограничились укреплением атаманской власти и подвозом оружия, взятого из русских военных складов на Украине Также осторожно был разрешен колкий вопрос об отношении к обеим добровольческим группам Денитинской армии и Дроздовскому отряду Добровольцы исповедовали две заповеди Уничтожение большевиков и возобновление войны с немцами То есть верность союзникам до груба Первое казалось немцам разумным и хорошим Второе они считали не слишком опасной группостью Поэтому они сделали вид, что не знают о существовании добровольцев Дроздовцы и Денитинцы тоже сделали вид, что не замечают немцев на русской земле Так Дроздовскому отряду во время похода из Кишинева на Ростов пришлось однажды переходить реку С одной стороны ее в Бориславле стояли немцы, с другой у Каховки, большевики Немцы не могли форсировать мост через реку Тогда Дроздовцы сами форсировали мост, выбили красный отряд из Каховки И не дожидаясь от немцев благодарности пошли дальше Такое же, но в более крупных размерах противоречие встало и перед Деникиным В конце апреля растерзанные под Екадерина даром остатки добровольческой армии Кое-как добрались до района станиц Егорлыкской и Мечетинской Верштаг 50 от Новочеркасска Здесь неожиданно пришло спасение Весь, что Ростов занят немцами Новочеркасск – атаманскими донцами Красные оставили в покое добровольцев И повернули фронт против нового врага – немцев Добровольцы могли передохнуть, подлечить раненых, собраться с силами В первую голову необходимо было пополнить материальную часть армии Генералы Марков, Богоевский и Ерделий Тремя колоннами бросились в ближайший тыл красных На станциях Крыловская, Сосыка и Новая Леушковская Разбили эшелоны, взорвали бронепоезда И с огромной добычей ушли назад в степь Наступление Красной армии на немцев было сурона До конца мая на Северном Кавказе было сравнительное затишье Обе стороны готовились к решительной борьбе Добровольцы к тому, чтобы захватить главные узлы железных дорог Отрезать Кавказ и с помощью белого казачества очистить область от красных ЦИК Кубанской Черноморской республики к борьбе на три фронта С немцами, с белым казачеством и со вновь ожившими бандами Деникина Красная Кавказская армия, состоявшая в подавляющей массе из фронтовиков бывшей царской Кавказской армии Из иногородних и малоземельной казачьей молодежи насчитывала до 100 тысяч бойцов Главком ее, автономов, подозревался членами Кубана Черноморского ЦИКа в диктаторских стремлениях И непрерывно ссорился с правительством На огромном митинге в Тихорецкой он обозвал ЦИК немецкими шпионами и провокаторами В ответ на это ЦИК заклеймил автономого и прикнувшего к нему Сорокина бандитами и врагами народа И предал проклятию и вечному позору Вся эта буза парализовала армию Вместо того, чтобы начать концентрическое наступление тремя группами на добровольческую армию Находившуюся в центре расположения этих групп Красная армия волновалась, митинговала, скидывала командиров И, в лучшем случае, способна была на трагическую гибель Наконец-то московские декреты продолбили упрямство краевых властей Автономов был назначен инспектором фронта Командование с северной группой армии перешло к угрюмому Латышу, подполковнику Клнину Сорокин остался командующим западной группой В это как раз время к добровольческой армии присоединился полковник Дроздовский С трехтысячным отрядом отборных и свирепых офицеров Стоивший в бою каждой десяти рядовых бойцов Подтягивалось на конях станичное казачество Атаман Краснов хоть и скуповато, но снабжал оружием и деньгами С каждым днем добровольческая армия крепла И настроение ее раскалялось умелой пропагандой генералов и общественных деятелей Неумелыми действиями краевой советской власти И рассказами прибывающих с севера очевидцев В конце мая ее уже не могли раздавить местные силы красных Она сама перешла в наступление и нанесла северной группе Красной армии Калнина Страшный удар на станции Торговая В те же дни конца мая, когда Деникинская армия выступила во второй кубанский поход Над Российской Советской Республикой собралась новая гроза Три чешские дивизии, продвигаясь с Украинского фронта на восток Сбунтовались почти одновременно во всех эшелонах от Пензы до Онска Этот бунт был первым заранее подготовленным ударом интервентов по Советскому Союзу Чешские дивизии, начавшие формироваться еще с 2014 года Из живших в России чехов, затем из военнопленных Оказались после октября чужеродным телом внутри страны И вооруженно вмешались во внутренние дела Склонить их на вооруженное выступление против русской революции было делом непростым У чехов еще жило отношение к России, как будущая освободительница чешского народа от австрийской имперской власти Чешские крестьяне, откармливая гусей к Рождеству, по старой традиции говорили «Едного гуса для руса» Чешские дивизии, уходя с боями от наступавших на Украину немцев, готовились к переброске во Францию Чтобы во фронте демонстрировать перед всем миром за свободу Чехии, за участие ее в победе над австрогерманцами Навстречу чешским эшелонам, направлявшимся во Владивосток, двигались военнопленные немцы И особенно ненавистные венгры На остановках, где сталкивались два встречных потока, бушевали страсти Белогвардейские агенты нашептывали чехам о коварных замыслах большевиков О их намерении будто бы разоружить и выдать немцам чешский эшелон 14 мая на станции Челябинск произошла серьезная драка между чехами и венграми Челябинский Савдеп арестовал несколько особенно задиравшихся чехов Весь эшелон схватился за оружие У Савдепа, как и повсюду по линии, были одни лишь кое-как вооруженные красногвардейцы Пришлось уступить Весть о Челябинском инциденте полетела по всем эшелонам И взрыв произошел, когда в ответ на эти события Был издан предательский и провокационный приказ Председателя Высшего военного совета республики Все Савдепы обязаны под страхом ответственности разоружить чехословаков Каждый чехословак, найденный вооруженным на железнодорожной линии, должен быть расстрелян на месте Так как у чехов была превосходная дисциплина По спаянности, боевой опыт, в изобилии пулеметы и пушки А у Савдепов плохо вооруженные отряды Красной Гвардии безопытного командования То не Савдепы, а чехи разоружили Савдепов И стали хозяевами по всей линии от Пензы до Омска Бунт начался в Пензе Где Савдеп выслал навстречу 14 тысячам чехов 500 красногвардейцев Они повели наступление на железнодорожную станцию и были почти все перебиты Чехи вывезли из Пензы печатный станок экспедиции заготовления государственных бумаг В большом бою разбили красных под безвенчугом и лепегами и заняли Самару Так образовался новый фронт гражданской войны Быстро охвативший огромные пространства Волги, Урала и Сибири Субтитры создавал DimaTorzok